Привет, YouTube! На сегодняшнем занятии мы продолжаем изучение тестирования и поговорим о моделях разработки программного обеспечения, за исключением, пожалуй, гибких методологий Agile. Эта тема достаточно объемная, поэтому ей будет посвящен отдельный урок. И первая модель, о которой мы с вами поговорим, это классическая модель разработки программного обеспечения. Она называется водопадная, либо каскадная, на английском языке waterfall. В этой модели каждый этап разработки в соответствующей стадии жизненного цикла ПО продолжает предыдущий. Слева вы можете увидеть схему водопадной модели, она уже вам знакома. На самом первом уроке мы ее обсуждали. Что хотелось бы отметить из особенностей данной модели. Как вы видите, для того, чтобы перейти на новый этап, мы полностью должны завершить текущий. То есть, если мы говорим об этапе сбора требований, мы не можем перейти на этап анализа, пока не закончим сбор требований. Тоже касается этапа дизайна, кодирования разработки, тестирования и поддержки нашей системы. Каскадная модель достаточно проста и понятна. Но она уже немножко устарела и не так практична, как раньше. Так как сейчас у нас эпоха динамично изменяющихся и развивающихся требований, такой вот структурированный процесс может из преимуществ, которые раньше давала эта система, превратиться в некоторые недостатки. Давайте поговорим о таких плюсах и минусах водопадной модели. Что касается плюсов в каскадной модели, то к ним можно отнести полное документирование каждого этапа. То есть, нам всегда будут доступны четкие требования. Также мы всегда можем четко спланировать наши сроки и затраты. И для заказчика наши процессы будут достаточно прозрачны. Потому что он будет знать, в какое время запускается тот или иной этап, сколько времени потратит на его реализацию и может спокойно это отследить. Что касается минусов водопадной модели, то к ним можно отнести следующее. Во-первых, до начала проекта необходимо утвердить полный объем требований к системе. В случае необходимости внесения изменений требований позднее, мы не можем вернуться к первой стадии и нам будет необходимо переделать заново всю нашу работу. И также к минусам можно отнести увеличение затрат средств и времени в случае необходимости изменения требований. Как я уже сказал, мы в таком случае должны будем вернуться на самый первый этап и начать работу заново. Мы вписали все плюсы и минусы. Давайте теперь поговорим, когда же вообще используется такая модель разработки ПО. Во-первых, в проектах с четко определенными требованиями, для которых не предусматривается их изменения в процессе разработки. Самый первый пример, который приходит мне в голову, это некоторые госучреждения, либо какие-то банковские структуры. Обычно именно в них используется данная модель разработки. Также она используется для проектов, которые мигрируют с одной платформы на другую. То есть требования остаются такими же и меняется только некое системное окружение. Либо же, когда от компании разработчика не требуется проводить тестирование. К примеру, если компания занимается только разработкой программного кода, а уже тестирование будет делать сам заказчик, либо какая-то другая сторона. К следующей модели разработки можно отнести V-модель и BV-образную модель разработки программного обеспечения. Она является модифицированной версией классической каскадной модели. Здесь уже, как вы можете видеть на схеме, на каждом этапе происходит контроль текущего процесса для того, чтобы убедиться в возможности перехода на следующий уровень. В этой модели тестирование начинается еще со стадии написания требований, причем для каждого последующего этапа предусмотрен свой уровень тестового покрытия. Здесь процесс разработки представлен некой нисходящей последовательностью в левой части условной нашей буквы V, а стадия тестирования на ее правом ребре. Соответствие этапов разработки и тестирования показано горизонтальными линиями. Плюсами и минусами V-модели являются следующие. Во-первых, у нас есть строгие этапы, это мы говорим о плюсах. Во-вторых, планирование, тестирование и верификация самой системы производится на ранних этапах. Напишем раннее тестирование, что соответствует принципу тестирования, о котором я говорил на одном из наших предыдущих уроках. И у нас есть такой этап, как промежуточное тестирование. То есть, когда мы говорили о каскадной модели, мы не могли проводить промежуточное тестирование, а оно было строго за этапом разработки нашего ПО. А здесь же мы можем проводить тестирование на каждом уровне. Что касается минусов, все равно здесь у нас остается негибкость нашей модели. Само написание и создание программы происходит на этапе написания кода. То есть, как мы видим из нашей схемы, то на середине процесса разработки. И у нас нет возможности динамического внесения каких-либо изменений. Потому что все равно здесь все этапы идут друг за другом. Когда же у нас используется данная модель разработки? Обычно в проектах, в которых существуют какие-то временные и финансовые ограничения. И для таких задач, которые предполагают более широкое по сравнению с предыдущей каскадной моделью, тестовое покрытие. Вот так выглядит наш финальный майндмап. Надеюсь, что у вас не возникло вопросов по данной модели разработки программного обеспечения. И давайте перейдем к следующей. До этого мы с вами говорили о последовательных моделях разработки программного обеспечения. Но не все модели жизненного цикла последовательны. Существуют также итерационные, либо же инкрементальные модели, в которых используется совсем другой подход. Здесь вместо одной продолжительной последовательности действий весь жизненный цикл продукта разбит на ряд отдельных мини-циклов. И стоит отметить, что каждый такой цикл состоит из тех же этапов, что и в других моделях разработки программного обеспечения. И вот такие вот мини-циклы называют итерацией. В каждой итерации происходит разработка отдельного компонента системы, после чего этот компонент добавляется к уже ранее разработанному функционалу. И вот это вот все вместе называется инкремент. Я думаю, каждому из вас знакома такая модель, как plan, do, check и act. И каждый этап разработки соответствует какому-либо из этих секторов. Например, plan – это будет этап планирования и сбора требований. Сектор do – это когда мы анализируем и что-то рисуем, создаем дизайн, а также пишем программный код. Testing – это будет сектор check. И act – это фаза review – оценка, пересмотр текущих требований и предложение дополнений к ним. И в конечном итоге достигается точка, когда все требования будут воплощены в нашем продукте и происходит релиз. Давайте теперь поговорим о плюсах и минусах данной модели. Во-первых, к плюсам можно отнести то, что у нас происходит раннее создание работающего ПО. Так как итерации у нас обычно небольшие по времени, мы можем доставлять какую-то часть функциональности и нашего продукта за небольшой промежуток времени и очень быстро. Также можно отнести к плюсам то, что такие системы обычно очень гибкие, то есть они готовы к изменениям требований на любом из этапов разработки. Как я уже сказал выше, такие итерации занимают небольшой промежуток времени. Если мы говорим о таком фреймворке в гибкой методологии как Agile, то обычно это от двух недель до четырех недель. А именно итерационная модель и стала родоначальником таких вот гибких методологий. Поэтому всегда проще провести тестирование и анализ рисков именно для такой небольшой части нашего жизненного цикла продукта. И если мы говорим о минусах, то каждая фаза это самостоятельная какая-то единица. И отдельные итерации друг на друга не накладываются. И в отличие от более классических моделей, например, если даже взять ту же каскадную модель, не всегда все требования известны к началу проектирования. Это также может усложнить работу и реализацию общей архитектуры нашей системы. Когда же все-таки применять итеративную модель? Обычно она хорошо подходит для каких-то крупных проектов, когда нам известны не все требования, но известны хотя бы какие-то ключевые мейлстоуны, ключевые требования. И когда требования мы точно знаем, что будут меняться в процессе разработки. И, как я уже сказал, именно итерационная итеративная модель стала родоначальником гибких подходов к разработке программного обеспечения. О гибких подходах мы поговорим с вами на одном из следующих уроков. Пожалуй, это все, что я хотел вам рассказать в рамках данного занятия. Надеюсь, что оно было, как обычно, вам полезно. И вы теперь немножко больше стали понимать и разбираться во всех моделях, которые есть в разработке ПО. И когда вы придете на работу в какую-либо компанию, где применяется одна из этих моделей, вы не растеряетесь и сможете быстро сообразить, как работать в реалиях именно данной модели. Вопрос о моделях разработки ПО достаточно часто спрашивают на собеседованиях. Поэтому обязательно для себя отметьте плюсы и минусы каждой из этих методологий. И обязательно запомните, где они могут применяться. А на этом у меня все. Подписывайтесь на данный канал. Как обычно, новое видео не заставит тебя долго ждать. Увидимся с вами совсем скоро. Милости прошу к нашему шалашу. Пока!